Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Спасибо за нелегкий труд. В день медицинского работника представители отрасли получили почетные грамоты и благодарности от главы города-курорта. Земский доктор. В селе Рассвет начато строительство амбулатории врача общей практики. Приятного отдыха. На улице Тургенева совсем скоро жители и гостей встретят отопающие в зелени беседки. Начнем с самой обсуждаемой на сегодняшний день темы. Трагедия в Карелии всколыхнула всю страну. Гибель детей – самое страшное, что может случиться. Чтобы не допустить подобного, на Кубани еще раз проверят все детские лагеря и здравницы. Такую задачу сегодня поставил Вениамин Кондратьев. Глава региона провел внеплановое совещание по безопасности детского отдыха. Анапа приняла участие в работе видеоселектора. По его завершению глава курорта Сергей Сергеев дал поручение городским службам. Этим летом на Черноморское и Азовское побережье в Краснодарский край приедут более 800 тысяч детей. И все они должны вернуться домой целыми и невредимыми. Мы тоже принимаем детей в многочисленных наших оздоровительных лагерях, санаториях, пансионатах. И лучше еще раз сверить часы и понимать, что мы не можем допустить подобной трагедии. Сегодня самое главное – понимать, что все-таки, если даже пришло штамбовое предупреждение, не быть самонадеянными. Даже если можно по-разному относиться к прогнозам синоптиков, то лучше на всякий случай и в наше Черное море не выходить, и детей купаться не везти. Начальник Управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков доложил Сергею Сергееву. Руководители здравниц в обязательном порядке повещают о погодных условиях и ограничениях купания. В списке 181 человек. Глава курорта потребовал неукоснительного соблюдения алгоритма взаимодействия всех служб. Все, что касается выхода, выезда за территорию здравницы, есть определенный регламент. В том числе и купание на море за территорию здравницы. Есть определенный регламент. И правильно губернатор сказал – чистое разгильдяйство. Неисполнение того или иного пункта регламента влечет за собой вот такие тяжкие последствия. Организованные группы требуйте ставить вас в извести, что группа убыла за территорию города-курорта. То есть домой. Благополучие детского отдыха зависит не только от безопасности на воде. В Анапе температура воздуха зашкаливает. Пищеблоки должны быть стерильными. Холодильное оборудование – работать как часы. Температура за 30. То есть мониторинг всех пищеблоков совместно с Роспотребнадзором. Неорганизованные детские группы – отдельная тема для разговора. На курорте идет постоянная работа по выявлению таких незарегистрированных туристов. Городская администрация ставит в известность власти региона, откуда прибыли дети. И на месте принимаются все меры, чтобы обезопасить юных гостей. Сергей Сергеев поручил активнее привлекать к этой работе молодежь, тосовцев и участковых. И к другим темам. Несмолкающими аплодисментами встречались сегодня в зале торжеств Анапского городского театра героев этого летнего дня. Представители самой благородной профессии. Хирурги и терапевты, стоматологи и педиатры, медсестры и другие представители отрасли получили почетные грамоты и благодарности из рук главы города-курорта Сергея Сергеева в честь Дня медицинского работника. С первых секунд этого очень уютного, по-семейному теплого мероприятия праздничное настроение по участникам создавали артисты балета «Эдельвейс». А самые юные танцоры вручили медикам маленькие сердечки – символ бесконечной благодарности за ответственный труд. Глава города Сергей Сергеев, поздравляя медицинских работников, отметил, что на территории курорта применяются новшества в медицинской сфере, в том числе и по привлечению кадров. Действует программа «Земский доктор», а система выделения врачам квартир успешно работает по инициативе главы курорта. Мы будем продолжать ремонтировать, установить новые лечебные учреждения, особенно в сельских населённых пунктах. Про город тоже забывать не будем. Глава города подчеркнул, что на курорте медицина – отрасль особенная. У нас очень большая лечебная база в санаторио-курортном комплексе. Там тоже трудятся суперпрофессионалы. На улице курортный сезон, высокий курортный сезон. Мы принимаем массу отдыхающих, но нет никаких экстраординарных ситуаций. Есть рабочие моменты, есть ваш труд каждый день, за который вам великое спасибо. Завершая своё выступление, Сергеев поблагодарил медиков за ежедневный, очень значимый труд и обратился к средствам массовой информации, просьбой рассказывать о людях этой прекрасной профессии больше позитивных фактов и ярких судеб. Я хочу вам пожелать, чтобы вы с удовольствием шли на работу, с радостью возвращались домой, чтобы работа вам приносила удовлетворение, чтобы у вас было здоровье, достаток и всё, что вы сами себе желаете. С праздником вас! Заслуженные награды нашли в этот день работники больницы-здравницы, амбулатории и фельдшерско-акушерских пунктов. Преподаватели и, конечно, ветераны в отрасли, имеющих по 40 и даже 50 лет стажа. Среди них Раиса Гавриловна Джумаева. У неё высшая категория массажиста и неприходящее восторженное отношение к профессии. В санатории «Русь» она работает более 50 лет. Я пришла в 1974 году вместе с нашим главным врачом Ионовым. Он пришёл в феврале, я в апреле пришла. Вот работала, сначала немножко массажистка работала, но потом работаю инструктором лечебной физкультуры. Веду группы детские, оздоровление детей, маленьких детей, как общеукрепляющие. Звуковая гимнастика, дыхательный комплекс со звуковой гимнастикой. Дети с нарушением осанки, дети со сколиозом. Я очень люблю свою работу. Потому как вы рассказываете восторженно. Я не иду за зарплату, я люблю свою работу очень. Просто, ну как бы, я уже на пенсии 12 лет. У меня 50 лет стажа общего. С ответным словом выступила генеральный директор ЗАУ Дилуч, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Вера Севрюкова. На нашем курорте врач, медсестра, младшая медсестра наиболее почетные и значимые. Потому что помимо того, что мы лечим население, 150 тысяч, там еще приезжает около 4 миллионов людей со всей страны. И каждому из них, конечно, понадобится в той или иной степени обязательно какая-то медицинская помощь. Я пожелаю вам всем, прежде всего, милосердия к больным и вам самим, от больных к вам, обратной отдачей. Я желаю вам творческих удач, понимания тех людей, которых вы лечите. Профессия медицинского работника – это величайшее проявление альтруизма. Стать доктором или медсестрой, как правило, хотят люди, желающие помогать другим. Пределом карьеры обычно становится собственное дело или же должность главврача. В пансионате «Дилуч» мы знакомились со специалистами, мечты которых осуществились в полной мере. Одно только слово «Дилуч» обычно настраивает наших гостей на волну позитива. Здесь работают настоящие профессионалы. В день медицинского работника лучшие из них награждены благодарностями главы города. Терапевт Ирина Решетникова встречает нас в своем уютном утопающем цветах кабинете и сразу располагает к себе теплой улыбкой. Своего очарования она не растрачивает за целый день общения с отдыхающими. Как день примерно вы обслуживаете людей? Все, конечно, зависит от заездов. Бывает больше заездов, бывает меньше, но в среднем, где-то до 20, я думаю, в среднем проходит. В среднем, но бывает гораздо и больше. 20 человек в день, 20 судеб, 20 жизненных историй и самых разных диагнозов. Но терапевт свою профессию выбрала, мечтая о ней с детства. В медицину я пришла по собственному призванию, закончила Саратовский мединститут. После окончания, раньше же направляли на работу по распределению, попала сюда. Работала сначала в городской поликлинике, а в Делуч пригласили, заметив ее искреннее и теплое отношение к пациентам. В поликлинике, конечно, я молодой специалист была, еще было довольно сложно, опыта такого не было, наработанного. Приходилось к старшим товарищам обращаться довольно часто, ну а потом все равно втянулось и уже здесь попроще работать. Была здесь тем более база такая большая. А вот старшая медицинская сестра хирургического отделения Делуча Татьяна Валентиновна Бородина заканчивала наше Анапско-медицинское училище. Ей очень нравилось работать с детьми в детском отделении. Заметив ее аккуратность и требовательность к порядку и дисциплине, пригласили в хирургию. Сказали, приходи, Танечка, а тут работка не били жачего. Работы оказалось много в хирургии, и ты здесь за все в ответе. Но хирургия – это и есть та мечта, к которой Татьяна стремилась. Я с детства всех разрезала, вскрывала. Животных, лягушек, все это я делала, всех лечила с пяти лет. Поэтому я думаю, работаю по призванию. Татьяну Витальевну пациенты любят. Не столько заботы и искреннего участия, что процедур здесь не боятся. Работаю свою, люблю. Работаю по призванию. Возродить утерянную в 90-е годы сельскую медицину для этого на курорте делается немало. Например, только одна амбулатория в Гайкадзоре приняла шесть молодых специалистов по специальной краевой программе, которая предусматривает выплату подъемных тем докторам, что выбирают для себя жизнь и работу на селе. А на днях в хуторе «Рассвет» начали строительство новой амбулатории, где будет вести прием земский доктор. Траншеи под фундамент. На нем построят здание площадью 190 квадратных метров, где будет работать земский или, как его еще называют, семейный врач. Он будет принимать взрослых и детей и находиться в прямом смысле в шаговой доступности. Владимир Евстрахов живет рядом, помогает строителям в быту. Говорит, что амбулаторию здесь ждут много пожилых людей, а даже за элементарной помощью сегодня нужно ехать в Гайкадзор. Туда ходит автобус, но сколько времени займет поездка, зависит скорее от везения. Представьте себе, если утром идет через 40 минут, потом через час, представляете, столько, туда-обратно. Успел на автобус, значит успел. Не успел, значит опоздал. Люди уже приедут с рассвета зари сюда, не приедут в Гайкадзор, где Гайкадзор, где уже перенаселенный пункт. А здесь попроще будет нам, хотя бы рассвет Тарусина, хотя бы, ну даст врач хотя бы, поближе будет у нас. Одна из задач земского врача – наблюдать персонально за каждым, знать его историю и вовремя ставить диагноз. При необходимости пациент будет направляться в городскую поликлинику или краевые центры, если потребуется высокотехнологичная помощь. Такой специалист тоже есть, и он готов приступить к работе. Хороший, умный доктор, он совсем не обязан справиться. Кадровой проблемы никакой не было, у меня появился хороший терапевт здесь. Я ему предложил, он тут же согласился. Поехал, проучился полгода, и вот он теперь врач в общей практике. Вот будет оборудован достаточно прилично для такого рода учреждения. Там будет стоять электрокардиограф, там будут стоять оборудования для осмотра ушей, глаз и так далее. Конечно, все будет компьютеризировано, подключено к сетям. Врачом общей практики в рассвете станет молодой специалист, привлеченный по специальной краевой программе. Она предусматривает выплату в 1 миллион рублей медработникам, которые приезжают в сельские и населенные пункты. Встречные условия получатель обязуется проработать на одном месте и по специальности не менее пяти лет. Помимо земского доктора, сюда же в Гайкадзор по данной программе приехали работать еще два терапевта, два педиатра и стоматолог. Сегодня в ведении четвертой амбулатории 7 тысяч человек. В новом филиале будут наблюдаться, проходить диспансеризацию и получать необходимую первичную помощь более трех тысяч жителей. Открыть его планируется примерно через полгода. В Анапе продолжается работа по благоустройству зеленых зон курорта. В районе Высокого берега на улице Тургенева начался монтаж беседок для отдыха. По замыслу дизайнеров, эти сооружения будут выполнены в виде пергул. Такие конструкции приобрели популярность в южных регионах из-за простоты конструкции. Еще одна изюминка ожидает жителей и гостей города в финальной части строительства. Проектировщики отказались от пластика и дерева. Вокруг металлических каркасов будут высажены вьющиеся растения, которые украдут желающих отдохнуть от дождя и знойного солнца. Уже установлены три металлические конструкции. По плану же их всего семь. Основные работы будут завершены уже через две недели. После этого за работу возьмутся озеленители и ландшафтные дизайнеры. Горячая пора для выпускников продолжается. Одиннадцатиклассники сдают последние экзамены и совсем скоро выпускной бал. А затем ребятам предстоит нелегкий выбор, как строить свою жизнь дальше, какую профессию выбрать делом своей жизни. Высшие учебные заведения Кубани уже готовы к встрече абитуриентов. В вузах края стартовала приемная кампания. В этом году на бюджетные места планируется принять около 10 тысяч человек. На договорную форму обучения вдвое больше. В Краснодарском крае для абитуриентов распахнут двери 58 вузов и филиалов. Всего на Кубани работают 73 высших учебных заведения. По всем вопросам поступления в вузы края выпускники могут звонить по телефонам горячей линии Министерства образования в Краснодаре 234-66-13 и 235-12-13. Всекубанская акция «Минута молчания» пройдет 22 июня в День памяти и скорби в 9 часов 30 минут. По всему краю будет остановлено движение транспорта, работа предприятий, организаций и учреждений. Промышленные предприятия, морские и речные суда, автотранспортные средства подадут звуковые сигналы. Почти минуты молчания тех, кто отдал жизнь ради будущих поколений. 21 и 22 июня в Анапе также состоятся памятные акции и митинги. Школьники, студенты и молодежь Анапы проведут несколько патриотических мероприятий в День памяти и скорби. Завтра, 21 июня, на площадке Устелы на улице Ленина пройдет митинг «Свеча памяти». Начало акции в 21 час. Анапчане почтят минуты молчания память о погибших, зажгут свечи и составят слово «Помним». В 4 часа утра 22 июня представители объединения православной молодежи соберутся на панихиду у братской могилы на территории Старого городского кладбища. Здесь также проведут митинг памяти. С 12 часов у Стелы город воинской славы и в 13 часов у братской могилы на улице Ленина ребята из военно-патриотических клубов будут нести вахту памяти на посту номер один. Во дворах на летних площадках будут организованы тематические памятные акции. Программу мероприятий в Анапе, посвященных Дню памяти и скорби, вы можете найти на нашем сайте. По сообщению Кубаниэнерго, в связи с проведением ремонтных работ, будет частично прерванное электроснабжение завтра, 21 июня с 13 до 17 часов в Анапской усатой балке Тарусино, Рассвете и Заре. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти также на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи!